В этом году международный традиционный турнир на приземке ФСО носит особенный статус, так как он получил имя двухкратного олимпийского чемпиона и воспитанника этого клуба Сергея Александровича Шарикова. Его вспоминали сегодня друзья и коллеги. С приветственным словом выступил один из педагогов Сергея Шарикова, заслуженный тренер России Вадим Николаевич Пучков, который в этом году отметил свое 80-летие. А также своим воспоминанием поделился коллега по сборной олимпийский чемпион Алексей Фросин. Для меня он вообще был как старший брат, потому что мы из одной школы вместе прошли достаточно большой спортивный путь, и везде он для меня был как ориентир, поэтому для меня он отчасти заменил старшего брата. Момент, который был у нас после олимпиады, когда он там сильно повредил ногу и приезжает уже в аэропорту, встречает там цветы, транспаранты и так далее, и там Сергей, Сергей, как твоя нога? Он так держа костыль на плече говорит, да все нормально, вот, говорит, костыль на халяву дали. Турнир этот всегда отличал достаточно серьезный уровень, потому что этот турнир прошел и он, и я, будучи вот в этом кадетском возрасте, я думаю, что этот турнир не требует какой-то там рекламы, и одно то, что на них выступали, скажем, многие победители, там, и олимпиад, и чемпионатов мира, это уже говорит о многом. Единственное, что имя Сергея добавит, скажем, определенный статус, наверное. А начался турнир с реноманьями саблисток. Надо отметить, что турнир проходит понемногу усложнен на олимпийской системе, при которой у спортсменок, вылетевших из основного табло, есть шанс отобраться на подиум по второй параллельной олимпийской сетке. Таким шансом воспользовалась Анастасия Ёлкина, финальным табло 8, встретившаяся с Александрой Калмыковой, благодаря победе над которой Анастасия вышла в полуфинал. В полуфинале ее соперницей оказалась Алина Михайлова, которая, одерживая одну за одной уверенные победы, добралась до подиума, где в первом бою ей противостояла Анна Королева. Со счетом 15-5 Алина одержала победу, и в полуфинале была также сильнее Анастасии Ёлкиной 15-4. Еще одной полуфиналисткой, дошедшей до этой стадии, через вторую сетку, стала Анна Смирнова. Заход в 4 соперницей Анны была Елизавета Борисова. Этот поединок завершился со счетом 15-8. В полуфинале Смирнова встретилась с другой, очень сильно проводившей турнир, саблицкой Марии Синер. Этот полуфинал получился более упорным и завершился со счетом 15-11 в пользу Марии. Финальная встреча между Алиной Михайловой из Новосибирской области и Марией Синерой из Омской области завершилась при полном преимуществе первой и закончилась со счетом 15-3. Ну, конечно, чувствую огромную радость за себя, ну, и за моих девочек, которые со мной фитовали в этот день. Правда, буря эмоций, счастье, что вот победила. Хоть и это было, ну, не в первый раз, но все равно много эмоций очень. Не знаю, но это, скорее всего, психологически для меня было важно победить в этом турнире, чтобы доказать, что я могу, что у меня все, ну, получается. А так, девочкам, которые заняли третье, второе, второе места, им, конечно, важнее вот эти победы. Таких прям вот легких соревнований, ну, легких, я была очень морально хорошо настроена на эти соревнования, и мне было, ну, легко фехтовать очень. Такое у меня, можно сказать, ну, очень редко бывает. Сейчас уже скоро у нас международное соревнование в Германии, я хочу там занять первое место, ну, или хотя бы попасть в четверку призеров. Конечно, со своими девочками было сложнее вставать, потому что таких конкурентов, ну, из других стран сейчас нету, мало кто приехал, а вот с девочками из России, конечно, мне тяжелее. Тренер Алина Аделя-Фаритовна осталась очень довольна выступлением своей ученицы. Ну, действительно важно, спасибо за поздравление, действительно важно, потому что мы сейчас отбираемся в сборную России среди кадетов, это спортсмены до 15 лет, у нее уже есть результат личный на международном уровне, это второе место в Конине в начале сезона, и сейчас она подтвердила свои победы на международном турнире. Вот, ну, очков набрала, будем отбираться дальше, еще впереди 4 старта, надеемся, что попадем, все будет хорошо. В целом она мне сегодня понравилась, потому что у нее достаточно так с плесками всегда бывает. Последний раз она мне радовала, вот так в августе, на Спартакеаде, когда она тоже выиграла. А вот остальные турниры были очень большими ошибками, которые мы, конечно, пытаемся убрать. Сегодня она была, ну, в хорошей форме, я считаю, как вот со стороны, как тренер. То есть и она сама оценивает себя положительно, потому что внутренняя оценка спортсмена тоже важна. Поэтому надеемся, что эта форма сохранится до главных стартов, это Европа, первенство Европы, первенство мира. Ну, мы на самом деле из Новосибирска и привезли достаточно большое количество девчонок. У нас было сегодня 11 девчонок. Ставки были, конечно, на Алину, на Настю Ёлкину. Вот они встретились в полуфинале. Настя Анастасия сегодня меня тоже порадовала, это ее первый результат. Как бы на международном уровне она как бы хорошо набрала очков. И у меня есть еще молодая звездочка Анастасия Шорохова. Она, к сожалению, тяжеловатая шла, но у нее все впереди. Она меня тоже порадовала. Ну, к сожалению, без медали, но она порадовала меня. Ну, и остальные девчонки, ни шалка, ни валка, ну, где-то на среднем уровне. Там есть над чем работать еще. Так что надеемся на лучшее всегда. Несмотря на международный статус турнира, все места на подиуме сегодня заняли российские спортсменки. Но впереди у нас еще пять дней соревнований, и у фехтовальщиков из других стран будет шансы отыграться. Ну, а завтра следите за соревнованием по сабле среди юношей.